Больше 1200 посадочных мест, 27 тысяч квадратных метров, футбольные, баскетбольные и волейбольные поля. Будущая крупнейшая школа региона стала отправной точкой визита полпреда президента Игоря Щеголева в регионе. Губернатор области ознакомил его с результатами грандиозного проекта. Большой комплекс спортивных мест для занятий физкультурой, и площадки, и беговая дорожка, и территория благоустройства позволяет гулять, ну и школа с атмосферным воздухом, здесь нет каких-то заборов, которые ограничат движение. На территории завершены практически все ремонтные работы, уже ведется благоустройство и озеленение прилегающей территории. Директор школы поделилась, открытие нового учреждения стало необходимостью для микрорайона Зареченский, и будущих учеников будет чем удивить. Сейчас вот в полном разгаре, мы сейчас все оснащаем, если пройдете в наш актовый зал, увидите профессиональное звуковое, световое оборудование, вы прекрасно понимаете, что в школах нашей области, я даже скажу, и не во многих школах Российской Федерации такое оборудование есть. Далее Игорь Щеголев проинспектировал ход капитального ремонта нового корпуса технопарка «Кванториум». Здесь тоже все на финишной прямой. С 1 сентября на площади в 2000 квадратных метров будут обучаться свыше 800 детей по шести направлениям. Одной из наиболее важных задач технопарка стало привлечение партнеров от реального сектора экономики. Дети учатся, соответственно чувствуют себя молодыми учеными. И самое главное, отчитываются они перед своими заказчиками, собственно говоря, перед ГНИИ, например, или перед Аграрным университетом, или любым другим заказчиком. Далее делегация оставила тонкости науки для будущих ученых и отправилась на более брутальное производство. Здесь льется расплавленный металл, а без касок вход воспрещен. Полномочный представитель президентов ЦФО ознакомился с работой якорного резидента Тормценск заводом «Аврора». Говорить много о мощности предприятия не нужно. Оно способно переработать практически все отводы печатных склад, которые производятся в России. К тому же это единственный завод в стране, что глубокой переработки материала таких заводов в мире единицы. Глубокая переработка позволяет извлекать 99% полезных веществ и избавиться от примесей в металле. И результаты работы с каждым годом только растут. Новое оборудование, которое внедрили в начале этого года, позволяет перерабатывать до 14 тысяч тонн печатных плат и до 20 тысяч тонн медного лома в год. Сейчас предприятие прорабатывает возможности расширить производство в три раза, а это новые рабочие места. На сегодняшний момент в штате 400 человек, но процентов 30-40 мы планируем увеличить штат с введением дополнительных производственных мощностей. Развитие социальной сферы, поддержка участников СВО и их семей, развитие образования, благоустройство общественных территорий и многое другое обсуждалось в ходе рабочего визита. Игорь Щеголев отметил, Орловщина уверенно идет вперед. Главное не сбавлять темпы. По всем этим направлениям, конечно, чувствуется существенный прогресс за прошедшие годы. Но самое главное, что руководство области не намерено этим останавливаться. Они увидят дальнейшие перспективы, уже планируют дальнейшие шаги, которые последуют в развитии и приведут к тому, что в городах Орловщины станет уютно, детям школа станет учиться еще комфортнее. Ну и, конечно же, я уверен, Андрей Евгеньевич рассчитывает, что вслед за таким условием сюда потянутся и люди, и мы как раз говорим с вопросом предприятия, что очень многие хотят приехать на Орловщину, если здесь будут созданы условия, а как раз, что сейчас создаются. Сегодня вся наша работа направлена на повышение качества жизни орловчан. И на это нацелено и будем реализовывать. Напомню, что при поддержке президента России, при поддержке премьер-министров, сегодня в регионе запущены такие проекты, как западный обход Орла, строительство аэропорта. Буквально в ближайшие дни мы уже начнем, дадим старт строительству межвузовского студенческого кампуса в городе Орле. Но сегодня команда на это нацелена, будем работать. Андрей Погосян, Стефания Басарева, Илья Афонечкин и Валентин Худокормов. Телеканал Первый областной.